Сегодня мы презентовали концепцию музея, мемориала, объекта, стена в парке Преображенском. На самом деле уже очень долгие годы ведется дискуссия по поводу того, каким же должны быть объекты, которые бы действительно воздали дань и должное людям, которые основывали наш город, строили наш город. Но, как это часто бывает, эту тему просто фактически заболтали. Так много говорили, так много спорили, ничего не давали делать, потому что не так, как мы хотим или не так, как мы видим. Сегодня была презентована концепция для того, чтобы ее могли обсудить, высказать свои пожелания, предложения, которые будут приняты на почте Департамента культуры и туризма или Департамента архитектуры Одесского городского совета. Но мы говорим о том, и уже говорим об этом несколько лет, о том, что на самом деле это как минимум должен быть первый объект, это стена с нанесением имен тех людей, которых мы не должны забывать. И это, я думаю, будет первый шаг, и создание такого арт-объекта первичного, это та цель, которую мы перед собой подставили в этом году. После того, как будут собраны все материалы, после того, как мы отработаем, отследим, обсудим разные варианты, предложенные общественными деятелями, архитекторами, специалистами в этой области, после этого, скорее всего, уже на следующий год будет приниматься решение о создании концептуального мемориала или музея. Сегодня же речь идет о том, что так долго мы говорим, что пора, наконец-то, от слов приступить к делам. Именно поэтому мы планируем в этом году установить стену с нанесением имен выдающихся людей. Почему именно стену? Да потому что первые имена, которые уже известны, о которых, собственно, хотелось бы уже рассказать, они собраны, они выявлены, они будут нанесены, и впоследствии при раскопках, при анализе с архивными материалами каждым годом мы будем наносить новые и новые имена. И таким образом это дает нам возможность наполнять бесконечно, нон-стоп наполнять этот музей информацией. У нас уже есть специальная интерактивная панель, в которую мы будем заводить всю эту архивную документацию, все данные, детали, связанные с именами людей, захороненных на этом кладбище. И любому человеку, которому интересно будет узнать что-либо, какую-то информацию, связанную с именем, они смогут узнать это действительно буквально одним прикосновением пальца к интерактивной панели. Но это все работа, которая будет постепенно наполняться, эта работа, которая устремлена в будущее, эта работа, которая помнит прошлое и устремлена в будущее. Поэтому я думаю, что этот проект, невзирая на разные комментарии, разные мнения, он обязательно состоится и он подчеркнет наше желание не говорить, а делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...